Привет всем! С вами вновь я Антонина и я вам обещала на растущей луне показать обряд для привлечения денег. Обряд очень красивый и очень действенный. Для этого, конечно, нужно поначалу подготовиться. Как следует в первую очередь вымыть пол, потому что мы потом монетки бросим на пол после обряда день канатрины. Но это я позже расскажу. Подготовиться. 12-5 рублевых монет приготовить, свечи, ароматические палочки можно. Вот у меня я не зажгла, конечно, просто у меня свечи ароматизированы. Бокалы обязательно должны быть хрустальные. Ну и атрибуты, конечно, все для того, чтобы подключиться к эгрегору богатства. И, конечно же, главный символ у нас здесь хатейчик, к которому мы будем обращаться к эгрегору богатства, чтобы он нам усилил денежные потоки. И святую воду можно подготовить. Можно у меня, конечно, у нас родника, священное место эта вода. И, конечно же, мы в первую очередь делаем призыв к эгрегору богатства, который нам, пусть он нас услышит. Я это делаю так. На десяти верстах, на десяти перстах царь с богатей живет. На его поле день и ночь злато-серебро растет. Пойду я с богатей поближе, поклонюсь богатей пониже. Смотрю ближе, летит без крыла, идет без ноги. Без рук брал, без клево-клево. Так бы мне, Антонина, все злато-серебро взять, все святым сильным словом забрать. А ты, царь богатей, богатся, мне не жалей. Как липнет мед рука, как вязнет грязь нога, так бы я, Антонина, в день как нищетой не знал, на ненавистие бесконечно на мне. И, конечно же, самое главное у нас священный базилик. Священный базилик. Аромат какой. Позволь увидеть фортуный лик. Деньги скорее придите ко мне, духи огня и земли помогите. И, естественно, здесь можно еще и мяту, и мелису. Здесь я включила даже все символы Таро, которые привлекают деньги. Это шестерка жезлов, это триумфатор. Солнце, конечно, это у нас процветание, большие деньги, туз пентаклей. Десятка пентаклей, это у нас, чтобы стабильно деньги приходили. Колесо фортуны, это десятка кубков, это счастье. И, конечно, главная же богиня Венера, которая нам дает и счастье, и любовь, и процветание. И здесь, конечно же, я включила еще и фэншуй, символы деньги, процветания и богатства. Символы фэншуй работают без того, что верим и не верим. У нас мы все копируем глазами. И 12 монет, конечно же, для того, чтобы включить... 12 монет, конечно же, символизирует как 12 месяцев в году. И начиная обряд, так как мы уже к хатечку обратились, мы постоянно усиливаем заговорами наши обращения. И так как сегодня четвертые лунные сутки, день вербальной магии, а это можно и шестые, седьмые лунные сутки, день вербальной магии, 12 лунные сутки, день вербальной магии, а 11 лунные сутки, это самые мощные лунные сутки на растущей Луне, которые управляет Минотавр. А Минотавр, он не только как бы заводит в лабиринты, но он еще и помогает выйти из лабиринтов денежных. Это как кредиты и прочие, прочие, скажем, денежные какие-то, скажем, вопросы решить. Поэтому выбирайте, какой день будете выбирать, какие лунные сутки. Если вопросы есть ко мне, обращайтесь, я объясню, скажу как. И, конечно же, подключайтесь на мой канал на Ютьюбе. В дальнейшем я буду много обрядов показывать, всяких, и на целительские, но это все у нас впереди. Сейчас мы подключение к Игрегору. Богатство мы попросили, и начинаем обряд. Так как луна растет, наливаем воду, движение даем нашему обряду. Месяц скоро растет, богатство скоро в дому идет. Деньги сыплются домой, быстро, следом за водой. Пусть ко мне придут большие деньги, быстрые деньги. Бросаем монету. Достаточные деньги. Серебро, золото, изобилие, процветание, купюры, финансовые благополучия, достаток, успех. Так, что мы еще не сказали. Процветание, большие деньги. Ну вот, то есть можно перечислять то, сколько вы, как, что придет вам более таких слов, которые приводят к доставку и, конечно же, к изобилию деньгам. Потом, когда мы, все-таки мы в портал зашли, в денежные игры город поклонились, и, естественно, я это проделываю много раз, скажем, несколько раз, и говорю. В Господе есть мой вечный ресурс, и деньги любят с меня стремительным мощным потоком, по месту Божий, и щедро обеспечивая меня всем, что мне нужно, и даже запасом. Много тысяч, много сот, все желанное, моя руководительная достатка и богатство ко мне, Антон, идет. Сила моего слова так и произойдет. И, конечно же, еще можно заговоры говорить, повторять. Духи богатства, духи огня, принесите мне достаток, принесите мне полна. Огонь вечен, а дух мой отмечен с глотом, серебром и всяким добром. Но это можно повторять до бесконечности. И, как если поклоняется Будде, то Кубера, Лакшми, Ганеши, великие боги, услышьте меня, получаю, если считаю, сохраняю, приумножаю, беру ладей, скажу, днем божатея, Ганеши, Лакшми, Кубера. То есть, кому какой нравится заговор, то его можете, как бы, озвучивать во время обряда. И здесь можно этот процесс продолжать и 10 минут, и 15 минут, и 20 минут, и кому как. При этом деньги, чтобы от металлической посуды гремели, то есть звон монет привлекает деньги. И здесь сейчас закончу я таким прекрасным заговором, так как у меня здесь колосье пшенички, а сейчас на полях созрела пшеничка и колосье пшенички. Я собираю урожай в бесчисленных возможностях, снова полей божественных сжатых, и эти поля сулят богатый урожай. Вот так мы заканчиваем обряд, а вы уже сами дальше что-то можете придумать. С вами была вновь я, Антонин, и мой оператор Ариша. Всем пока, удачи, процветания и богатства. Богатства.